добрый день сегодня мы начинаем цикл лекции для 4 курса педиатрического факультета и тема первой лекции у нас ведение в эпидемиологию этапа развития эпидемиологии как науки миазматической и контагионистической теории происхождения эпидемии учения гиппократа и аристотеля эпидемиология является самостоятельной отраслью медицинской науки занимающейся исследованием причин возникновения и распространения заразных болезней человеческом обществе и применяющие полученные знания для борьбы предупреждения и в конечном счете полного искоренения этих болезней согласно международного симпозиума в праге 1960 года инфекционные болезни или как и долго называли повальные моровые поветрия чума с глубокой древности сопровождали человечество и были одними из самых тяжелых бедствий наряду с голодом войнами природными катастрофами считается что история всех до сих пор существовавших обществ была история борьбы с эпидемией эпидемии становились решающим фактором ходе экономической социальной военной и политической истории они уничтожали армии опустошали города разрушали империи примером является римская империя где вместе с территориальными изменениями внутренними восстаниями непрерывными войнами с варварами борьбой за власть причиной краха стали многочисленные эпидемии разных инфекционных болезней на этом слайде вы такую типичную картину разрухи мора здесь ведут трупы валяются люди уже умершие кто чем занят у кого-то горе склонился где-то вот животные поедают трупы в принципе это и способствует распространению в дальнейшем эпидемии на данном слайде вы видите первую пандемию чуму которую убило 50 от 50 до 60 процентов населения европы юстинианова чума примерно с 1000 со 160 по 189 годы нашей эры в империи свирепствовала эпидемия предположительно чумы описание которой оставил крупнейший врач античной древности придворный медик императорского рима гален именно она явилась причиной смерти марка аврелия антонина римского императора мыслителя философа поэтому и получила название чумы антонина эта эпидемия не только сократила население империи но и не на нанесла удар по экономике культурным связям и подорвала обороноспособность чумы после антонина чумы наступила юстинианова чума вот что я в самом начале вам обрисовала на этой на этом слайде на фоне эпидемии разворачивались абсолютно чудовищные по своей жестокости кровопролитные бунты погромы вспышки ксенофобии менялись даже религиозные предпочтения целых народов эпидемии вызывали хаос и сопровождались волной психических заболеваний почва для которых была достаточно подготовлены если представить себе беспомощность смятение отчаяния населения в охваченных болезнью местностях суеверный безысходный ужас вследствие огромных размеров бедствия непонимание его источника в принципе вот такая тревожность непонимание того что идет приводили к такой панике что люди не знали что делать но слабые люди куда-то убегали в пути их настигала инфекция кто-то прятался в итоге все равно вымирали целые города на данном слайде представлены этапы развития эпидемиологии эпоха средневековья гиппократ учение воздухе в воде и местности ларди гален авицена который высказал предположение о невидимом возбудителю чумы оспы кори и так далее эпоха возрождения джеролома фракастера 1478 1553 годы учение о контагиях тоже близко к инфекциям проникновение в тело человека размножение в нем и выделение живого начала фракастора итальянский врач эпохи возрождения развил гипотезу контагиозную гипотезу которую опублика опубликовал в книге сифилидес либристри откуда и название болезни сифилис в которой формируют положение о заразности больного для других людей данила самайлович 1724 1810 год он является основоположником отечественной эпидемиологии первым в мире пытался применить микроскоп для обнаружения предполагаемого возбудителя в данном случае речь идет о чуме был последовательным сторонником контагионистической теории важное значение в плане формирования общественного отношения к пандемии и их нравственного восприятия имело понимание причин развития болезни возникновение эпидемии пытались объяснять по-разному все было непонятно считалось что одна из основных причин находится в воздухе всеми вдыхаемом гиппократовом сборники который представляет собой отражение врачебной мысли античной греции есть приписываемые гиппократу слова болезни происходит частью от образа жизни частью также от воздуха который мы вводим себя и которым мы живем когда много людей в одно и то же время поражается одной болезнью то причину этого должно возлагать на то что является наиболее общим всем чем все мы пользуемся а это есть то что мы вовлекаем в себе дыханием как это актуально на сегодняшний день когда мы с вами живем в период пандемии коронавирусной инфекции когда воздух является как раз тем фактором с помощью которого происходит заражение в человеческом обществе дальнейшем это представление о муровом поветрии развилась миазматическое учение испорченный воздух назывался миазмой или воздухом наполненным миазмами миазма это древнегреческое слово означавший делать что-либо нечисто на русский язык 18-19 веках слово миазма переводилось как прилипчивость имеющийся в воздухе и служащие к зарождению эпидемических прилипчивых болезней представление о том что зараза поражает не всех одновременно из одного источник будь то воздух стрелы аполлона и тому подобное а переходит от человека к непосредственно или через одежду и другие предметы судя по всему возникло позднее она требовала еще более длительного наблюдения накопление фактов и их обобщение гиппократ это древнегреческий целитель врач и философ вошел в историю как отец медицины гиппократ является исторической личностью упоминание о великом враче асклипиаде встречается в произведениях его современников платона и аристотеля гиппократ является исторической личностью собраны в так называемый гиппократовский корпус 60 медицинских трактатов из которых современные исследователи приписывают гиппократу от 8 до 18 оказали значительное влияние на развитие медицины как практики так и науки с именем гиппократа связано представление о высоком моральном облике и этике поведения врача он стал первым кто сформулировал морально-этические нормы доктора согласно гиппократу врачу должны быть присущие трудолюбие приличный опрятный вид постоянное совершенствование своей профессии серьезность чуткость умение завоевать доверие больного умение хранить врачебную тайну на данном слайде вы видите скульптурный портрет гиппократа здесь вот тоже видите как новые уже в редакции 1999 года представлена вам клятва гиппократа которую мы принимаем по окончанию медицинского вуза я здесь она вкратце привожу вам эту клятву чтобы вы поняли с самого начала всю роль гиппократа для нашего образования получая высокое звание врача и приступая к профессиональной деятельности я торжественно клянусь честно исполнять свой врачебный долг посвятить свои знания умение предупреждению и лечению заболеваний сохранению и укреплению здоровья человека быть всегда готовым оказать медицинскую помощь хранить врачебную тайну внимательно и заботливо относиться к больному действовать исключительно в его интересах независимо от пола расы национальности языка происхождения имущественного и должностного положения место жительства отношение к религии убеждений принадлежности к общественным объединениям а также других обстоятельств проявлять высочайшее уважение к жизни человека никогда не прибегать к осуществлению эвтаназии хранить благодарность и уважение к своим учителям быть требовательным и справедливым к своим ученикам способствовать их профессиональному росту доброжелательно относиться к коллегам обращаться к ним за помощью и советом если этого требуют интересы больного и самому никогда не отказывать коллегам в помощи и совете постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство беречь и развивать благородные традиции медицины клянусь вот такова клятва гиппократа человека которого нам ставит в пример история и чьи помыслы чьи обязанности и вот его наработанный опыт привел к тому что было была создана клятва гиппократа который все мы с вами принимали мы принимали ваши учителя и вы примите клятву гиппократа дадите ее но не менее известный персонаж которым я буду говорить это вице на полное имя абу али и бансина а вице на вход число людей оставивших яркий след в истории человечества его знают как врача философа математика музыканта поэта великого ученого труды которого составлены 29 сферах науки трудно перечислить все его таланты порой природа являет свои чудеса чтобы не забывали о ее могуществе и тогда рождается такие гений как а вице вот наиболее удачный портрет а вице на и конечно восстановленный по описанию его я была в средней азии в музее ли цены видела написано его рукой трактаты был очень конечно по нашим меркам современно просто был гениально развитым человеку к примеру он писал о роли сетчатки глаза в зрительном процессе о функциях головного мозга как центра куда сходятся нервные нити о влиянии географических и метеорологических условий на человеческое здоровье а вице на был убежден что существует невидимые переносчики болезней три оружие есть у врача слова растения нож но каким зрением он мог их увидеть каким он говорил о возможностях распространения заразных болезней через воздух сделал описание диабета не цвету сахарного впервые отличил оспу от кори и вансина выявил что вирусы являются невидимыми возбудителями инфекционных болезней но данная гипотеза была подтверждена только через 800 лет пастером французским ученым в поэзии а вице но очень емко выражено его стремление видеть мир единым целостным вот его четверостишие в переводе с фарси фарси то есть от персидский язык современный земля есть тело мироздания душа которого господь и люди с ангелами вместе даруют чувственную плоть под стать кирпичком частицы мир из которых создан сплошь единство в этом совершенство все остальное в мире ложь какие удивительные глубокие и очень серьезные мысли отражены в этом четверости шейли как принято грубо и этапы развития эпидемиология переходим различным периодом в развитие эпидемиологии значит один из первых период промышленной революции томас сидингом миазматик он создал миазматическую теорию говоря что смена эпидемических состояний атмосферы может быть ну да на самом деле так только мы уже по-другому называем контагионисты фракосторы и самайлович кто сейчас может сказать что они были неправы а все инфекции контагиозные томас сидингем 1624 1689 год томас сидингем я взяла данной из википедии знаменитый английский врач отец английской медицины английский гиппократ реформатор практической медицины в духе нового времени называемый также том клинической медицины последовательное развитие общем методологического понимания причинности возникновения развития угасания эпидемии это открытие по старым инфекционного агента заболевания причина возникновения развития инфекционных заболеваний связывалась исключительно с возбудителем микроорганизм и связь между между явлениями совершенно игнорировалась ну как и в любой теории были свои моменты сильные и были какие-то ошибки потому что для того чтобы делать глобальные выводы нужно длительное время наблюдения и анализа луи пастер ну все практически с первого курса уже знает кто это такой это французский химик и микробиолог и большая часть его открытия связано с медицинами это связь с коллегами врачами которые помогли благодаря его прозорливости открыть то что он открыл луи пастер один из основоположников микробиологии создатель научных основ вакцинации и вакцин против сибирской язвы куриной холеры и бешенства его работы в области строения кристаллов и явление поляризации легли в основу стереохимии также пастер поставил точку в многовековом споре о самозарождении некоторых форм жизни настоящее время опытным путем доказав невозможность этого его имя широко известно благодаря создано им и названы позже в его честь технологии пастеризации ну что такое пастеризация вы знаете это нагревание при 70 градусах 30 минут и бактерии некоторые умирают но не все погибали луи пастеры вакцина против бешенства отдельно хочу подчеркнуть и тут его роль 137 лет назад что в июле 1885 года впервые на человеке была испытана вакцина против бешенства до этого она считалась неизлечимой болезнью вирус поражал центральную нервную систему и человек медленно и мучительно приближался к смерти которая наступала от паралича дыхательных путей мы до сих пор стоим на этом что бешенство лучше гидрофобия это летальная инфекция то есть фатальная для человека заразившись и заболев человек обязательно погибает но в чем же роль пастера вот в такой критической ситуации оказался йозеф мастер 9-летний мальчик летом 85 года мальчик укусила бешеная собака и сельский врач одной французской деревушке посоветовал его матери обратиться к луи пастеру знаменитому тогда микробиологу и химику который занимался разработкой вакцины против бешенства женщина привезла сына в париж когда ученый заканчивал успешные опыты на животных однако у пастера не было лицензии врача и лечить ребенка он не имел права было очевидно что без лечения мальчик умрет и ученый решился вакцина вводилась на протяжении 10 часов и мальчик вышел став первым человеком вылеченном от бешенства но тут этот вопрос спорные до сих пор в мире не описаны случаи выздоровления от бешенства то есть раннее введение вакцины способствует как мы понимаем сейчас выработки сильного иммунитета и удалось избежать заболевания вот вам портрет йозефа мастера которого спас луи пастер такой критической ситуации 9-летний йозеф мастер обратился к пастеру и он его спас однако у пастера не было лицензии врача это повтор чтобы вылечить этого ребенка но что же было дальше это очень интересно дальше на протяжении веков человеческого общества изменяла местные экосистемы и вызывало изменение регионального климата сегодня влияние человека приобрело глобальные масштабы это отражает происходящее в последнее время быстро рост численности населения потребление энергии интенсивности землепользования международной торговли и международных поездок и других видов человеческой деятельности эти глобальные изменения привели к более глубокому осознанию того что долгосрочном плане хорошее здоровье различных категорий населения зависит от сохранения стабильности и функции функционирование экологической физической и социально-экономической системы биосферы мировая климатическая система это не отлимая неотъемлемая часть комплексов процессов жизнеобеспечения климат и погода всегда оказывали сильное влияние на здоровье человека но как и другие крупные природные системы планетарной климатической системы начинает настоящее время испытывать нагрузку которую создаются деятельностью человека поэтому глобальное изменение климата представляет собой одно из сравнительно новых проблем в непрекращающихся условиях по сохранению здоровья человека глобальные масштабы изменения климата создают его коренное отличие от многих других знакомых экологических проблем касающихся таксиологических или микробиологических опасных факторов локального характера более того изменение климата означает что сегодня мы меняем биофизическую экологическую системы земли в планетарных масштабах об этом также свидетельствует истощение сартосферного озонового слоя ускоряющиеся потери биоразнообразия нагрузки на наземную морскую системы производство пищевых продуктов истощение запасов пресной воды и глобальное распространение стойких органических загрязняющих веществ климат погода инфекционные заболевания как температура так и поверхностной воды оказывает большое влияние на насекомых которые могут быть переносчиками инфекционных болезней особое значение представляет виды переносчиков комаров которые распространяют малярии вирусные заболевания такие как лихорадка денги желтая лихорадка комарам для размножения нужен доступ к стоячей воде а взрослым особям для сохранения жизнеспособности нужны влажные условия более высокие температуры способствуют размножению переносчиков и сокращают период созревания болезнетворных микроорганизмов в организме переносчика однако очень жаркие и сухие условия могут уменьшить выживание комаров советский период чем он характерен вот дальше шли дмитрий заболотная его учебник основы эпидемиологии по которому учились миллионы людей лев васильевич громошевский который создал учение о механизме передачи инфекции о закономерностях эпидемического процесса евгений никонорч павловский создал учения природной очаговости инфекции которые пользуются во всем мире виктор жданов беклемишев чумаков мошковский бургасов елкин беляков покровский черкасский они занимались эпидемиологии и профилактику инфекционной болезни о перечисленных ученых информация будет излагаться на последующих лекциях там где можно будет делать на них ссылку вы узнаете поподробнее ретроспективный анализ то есть ретроспективно означает что было до того за большое количество времени пройденного в борьбе за разными болезнями человечеством дает основание заключить что путь этот был сложным и извилистым от первых наблюдений и домыслов гиппократа и аристотеля от лукреция голена до самой ловичей дженнера от них до пастера и мечникова и далее до современных нам в ученых все это путь и неутомимых исканий и отдельных неудач и серьезных ошибок но в то же время это путь вдохновляющих достижений с этими и другими проблемами этического характера которые возникали в процессе развития естественных медицинских наук и внедрение результатов научных открытий в практику столкнулись и многие ученые двадцатого века направившие свои усилия на создание новых вакцин достаточно вспомнить историю разработки вакцины против полиомиелита и вклад в эту проблему советских ученых смородинцева михаил чумаков в 1958 году предложили миру эффективную безопасную вакцину производство живой вакцины внедрению в практику привело почти ликвидации вспышек полиомиелита в ссср и во многих других странах мира однако приступая к массовой вакцинации также как и во времена дженнера ученым пришлось преодолеть недоверие и настороженность населения общественности и даже некоторых коллег что-то это мне очень знакомо в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией убежденные без вредности вакцины ее создатели сделали первые прививки себе и своим близким чумаков и смородинцев неоднократно ставили на себя опыты по применению вакцины но этого было явно недостаточно ведь вакцина предназначалась для детей в результате первым ребенком которым была сделана прививка живой полиомиелитная вакцина стала внучка смородинцева таким образом перед врачом исследователя всегда стоит этическая дилемма отражающая конфликт интересов науки и благо пациента то есть испытуемого действовать с точки зрения науки или с точки зрения этики и то и другое должно совпадать он убедительно показывает как питавшаяся богатой исторической практикой человеческая мысль тяжелом напряженном труде завоевывала все новые новые области как человечество последовательно овладевала знаниями вооружившими его для успешной борьбы с тяжелыми заразными болезнями помимо этого на примере истории эпидемии можно проследить этапы формирования этической мысли в этой области от этического вакуума которые врачи заполняли самостоятельно исходя из религиозных убеждений личного сострадания или прагматических соображений чувство самосохранения до современных этических кодексов и рекомендаций комплекса юридических документов регулирующих мероприятия по выявлению лечению и профилактике инфекционных болезней итак эпидемиологии это одна настоящее время наиболее быстро развивающаяся наук за один ее век развития она сформировалась как наука изучающая в интересах профилактики закономерности эпидемического процесса она изучила причины условия и механизмы формирования заболеваемости населения на определенных территориях среди различных групп населения различное время и так далее то есть у нее очень много задач и она это постепенно решает эпидемиология возникла на заре медицина как наука о эпидемиях термин эпидемия от греческого эпина демос народ определялась на растание или появление большого количества заболеваний ранее не встречавшихся на данной территории на протяжении веков массовые повальные болезни моры эпидемии сопровождали человечество унося огромное число жизни развитие микробиологии вирусологии иммунологии расширила возможность изучения различных болезней и способствовала совершенствованию мер профилактики и борьбы с ними и так был создан оригинальный собственный метод исследования эпидемиологии который в настоящее время используют и другие науки я вам говорю что в развитии эпидемиологии внесли свой огромный вклад другие науки о которых я перечислила выше настоящее время в вузах некоторых вузах на материковой части россии студенты изучают эпидемиологию неинфекционных заболеваний вот что вы понимали эпидемиология неинфекционных заболеваний это в основу вложено понятие как распространение с чем связано распространение сердечно-сосудистых заболеваний какая причина кто болеет почему болеют люди почему так помолодел инсульт и ряд других состояний то есть другие науки используют оригинальный метод эпидемиологической науки эпидемиологии и таким образом тоже развиваются и здесь я привела вам рекомендуемую литературу которая нужна для изучения эпидемиологии это учебник белякова ефаева эпидемиология ющук жогова бушуева эта книжка есть у нас наши библиотеки и мы даем еще ссылку на интернет чтобы скачать можно было покровский пак брико инфекционные болезни эпидемиологии тоже прекрасный учебник громошевские избранные труды таким образом у нас в библиотеке есть очень много литературы для желающих изучать поэтому я вам вот рекомендую основные и благодарю вас за внимание и